Добрый день! В этом видео я хочу сделать профессиональное сравнение биметаллического радиатора с стальным панельным радиатором. Сам я закончил 20 лет назад Московский физико-технический институт по специализации тепловые процессы. И сейчас развенчаю некоторые мифы по радиаторам. Почему выбрал именно эти радиаторы? Потому что оба я купил себе на дачу, когда начал менять старые трубы, старые радиаторы. Итак, сравниваем между собой. Здесь я записал параметры этих радиаторов основные, которые я взял с Яндекс.Маркета. Во-первых, надо понимать, что здесь, когда вы покупаете радиатор, что он будет отстоять от пола сантиметров на 7-8 и столько же он должен отстоять от подоконника, если он будет находиться под подоконником. При этом, если вы это все не соблюдаете, то у вас снижается КПД этого радиатора. Коэффициент полезного действия. Поэтому в ряде случаев вы можете выбрать именно стальной радиатор, у которого высота 500 мм. Это будет даже лучше. У биметаллических радиаторов большее ограничение по длине. То есть, если вы что-то заказываете длиннее 14 секций, то это уже идет под заказ, и это намного дороже в пересчете на секцию. Для остальных радиаторов там до 2 метров реальные найти варианты. В продаже не под заказ. И дальше толщины тоже могут быть разными. Для остальных радиаторов от 5 до 15. Для биметаллических, как правило, они более-менее все по 10 сантиметров. Дальше, соответственно, записываем мощность. И вот здесь вот я взял вот этот радиатор именно из-за того, что мне нужна была большая мощность. Если рассчитать мощность на длину, то окажется, что здесь незначительно выигрывает металлический радиатор. Длина – это же его ширина, да, это синонимы. Но если мы пересчитаем на объем, то окажется, что стальной радиатор здесь более энергоэффективный на 7%. Ну, на самом деле, это отличие незначительное. Теперь по ценам. Цены недавно рефар поднял. Я здесь поставил реальную цену, по которой я купил ее в Леруа Мерлене. По старым, скажем так, цене. А это я купил уже на неделю позже на Яндекс.Маркете. Соответственно, они дешевле. За счет чего? За счет того, что это в основном сталь. Здесь, в биметаллическом радиаторе, напоминаю, у вас трубы металлические, могут быть толщиной 3 мм, можете точно посмотреть. И которые опрессованы вот таким литым алюминием. Соответственно, цена на 1 ватт здесь оказывается в 2 раза больше. 6 рублей, а не 3 рубля. И одно из преимуществ этих радиаторов, то, что они легче за счет того, что они из алюминия сделаны. И мощность у них на вес, соответственно, оказывается больше. А у остальных, соответственно, меньше. При монтаже это, на самом деле, более легкий радиатор. Это удобнее. Но отличие, вы видите, несущественное. В чем же основное преимущество, на мой взгляд, биометаллических радиаторов? За счет того, что там внутри толстая труба, да, и в случае монолитных радиаторов, она действительно там сварена хорошо, они формально выдерживают большее рабочее давление. Здесь же это, как правило, более тонкие какие-то листы металла, сваренные между собой. И поэтому срок службы здесь меньше. Но здесь он, срок службы меньше, потому что за счет того, что тоньше стенка, она, ну, при прочих равных быстрее, за меньший срок ржавеет. И здесь, если у вас трубы, то, в принципе, трубы легче обеспечить качество, да, коррозионную стойкость для таких небольшого объема труб, чем для большого объема здесь, в остальных радиаторах, при прочих равных. Заметьте, здесь цена минус 51%, а срок службы минус 40%, да, то есть тоже очень спорное преимущество вот эта вот разница в сроке службы у биметаллических радиаторов. Одним из важных показателей, почему стоит иногда выбирать биметаллический радиатор, это именно стойкость к антифризу. У панельных радиаторов они более чувствительны к качеству теплоносителя, и их стоит ставить таким образом, если у вас какая-нибудь вот система, чисто, например, с водой, тогда вот это преимущество здесь нивелируется, и то есть вы контролируете, допустим, качество этой воды в частном доме, именно водой отапливать постоянно. Тогда нужно выбирать панельные радиаторы. Если вы ставите это в какой-то, так сказать, жилой многоэтажке, да, с централизованным отоплением, тогда стоит выбирать биметаллические радиаторы, которые выдержат огромные там скачки какие-то давления, и некачественный теплоноситель. И опять же, здесь в частном секторе вы можете, если разбавленный антифриз, да, доливать, да, то не суперконцентрированный, то тоже, в принципе, допустимый вариант. И если вы эту систему можете контролировать, у вас антифриз с добавками антикоррозионными дорогими, то, в принципе, тоже вариант допустимый. Таким образом, явных каких-то преимуществ, которых однозначно позволял бы делать выбор в пользу каких-то биометаллических радиаторов, я не нашел, да. Поэтому выбирайте, исходя из ваших потребностей, того, где вы живете, в какую систему это ставите, какие размеры и габариты вам нужны. Оба варианта допустимы и имеют немножко разные области применения. Большое спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте вопросы, обсуждайте в комментариях.